Вернувшись с хореографического конкурса имени Гаденко, воспитанница студии «Ритм и мы» Алена Плахута снова готовится к выступлению. Впереди фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Танцевальный номер должен быть исполнен в совершенстве, несмотря на полное отсутствие слуха. Попадать в «Ритм» помогают счёт и сигналы от руководителя. Я с первого класса занимаюсь танцевой, участвую в праздниках, потому что для меня это очень важно. Чувствую себя такой же, как здоровые люди. Мне это приносит радость. На конкурс от Минусинской школы глухих детей ездили 8 юных танцовщиков. На такой престижной площадке выступали впервые. Признаются, очень нервничали, тем более, что конкуренция была очень высокой. На одной сцене выступали лучшие коллективы со всего федерального округа. Тем не менее, жюри удалось удивить, и минусинцы получили диплом первой степени. Специальный приз воспитанникам школы глухих детей также вручили участники самого известного в крае ансамбля танца Сибири имени Гаденко. Эта победа ещё раз доказала всем, что ограниченные возможности здоровья в творчестве вовсе не ограничивают. Они чувствуют себя такими же, как все, как все окружающие. То есть они не чувствуют себя ущемлёнными. Они стараются, они пытаются бороться. То есть они вот сейчас в результате этого конкурса у четверых моих воспитанников, парней, появилось настолько сильное желание, что они попросились заниматься уже с более профессиональными, прямо коллективом. Воспитанники Минусинской школы глухих и слабослышащих регулярно принимают участие в фестивалях для детей с ограниченными возможностями. Но стараются не пропускать также творческие конкурсы или спортивные состязания для здоровых. Победа, да и простое участие в таких мероприятиях особенно ценны. И как раз участие в различных конкурсах, возможность взаимодействовать со сверстниками, которые умеют это делать, позволяет нашим детям быстрее овладеть, наверное, этим искусством. Искусством говорить, искусством слышать, искусством общаться. Для подрастающего поколения это очень важно. Впереди у танцевального коллектива «Ритм и мы», где сейчас занимается около 50 глухих и слабослышащих детей, участие в фестивале «Шири круг». А в начале Нового года планируют поехать в Санкт-Петербург для выступления на творческих состязаниях международного уровня. Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости.